Команды Pace выигрывали очень-очень долго. Infamous более именитые игроки, наверное, более классные игроки. Я хотел бы сказать, что на классе они должны обыгрывать, как и в прошлой серии, но опыт мне подсказывает, что лучше воздержаться. Давайте просто посмотрим, что у нас по котировкам. Если они есть... Они есть. Вот такие коэффициенты предлагает париматч. 1.22 на Infamous, 4 на Boons Goons. И опять же есть явный фаворит. Не забывайте, кстати, про баннер под трансляцией. Переходите 100% бонус к первому депозиту. По коэффициентам понятно. По драфтам что? Два Спирита в разных командах. Morphing, Nature's Profit, Tini. У Infamous Gaming. Mirana, Viverna, St. King, Void Spirit. Сверху какие-то все тоненькие кастеры. Нет того, кто будет впитывать. Нет того, кто будет... Не знаю, телом торговать просто, чтобы в него урон заливали. Есть прям тоненькие все герои. Опять же, на исполнение, на Void Spirit, на Mirana, на St. King нужно неплохо катать. Герои достаточно мобильные. Но убивать их... Этот Amber Spirit будет жестоко. Ну и опять же, на Morphing, наверное, пока ничего нет. Morphing здесь переезжает всех. Нужен какой-то кэрри. Кэрри пока не хватает. P.L. забанен. Абсолютно правильный бан. Остается какой-то ТБ. Это плохо против Morphing. Можно взять опять же что-то наподобие Свена. Гирокоптера. Я не знаю, кто прям смотрится с теми героями, что есть сверху. Они какие-то все... Не подходящие, не под одного кэрри. Просто будет какая-то сборная солянка. Не знаю, хватит ли скиллухи, чтобы исполнить так хорошо. Darksir добирается для Infamous. Если все по классике, то Darksir в оффлейд, Morphing, в легкую, Amber Spirit в центр. На Чирс Профи Тинни Саппорта. Тинни с прокаста убивает любого. Да, Свен. Теперь вы можете выбрать своих героев. Ну, Свен так Свен. Свен это... Один из лучших кэрри патча. Ему, конечно, винрейт уже подрезали, подрезали. Многие пытаются. Был у него 68. Под 70 вообще. Винрейт сейчас 60. Ну, герой по-прежнему остается очень сильным. Очень быстро фармит. Фармит гораздо быстрее многих. Надо смотреть. Надо смотреть, как играют Рейдинг. Я без понятия. Потому что Infamous понятно. Там все достаточно неплохо в доту играют, поэтому команда наверняка будет фаворитом. Вот 1.22 и 4.0. Коэффициент от париматча после драфтов на первую карту. Наверное, справедливо. Будут ли это легкие 2.0 для Infamous? Или опять мы увидим какую-то интригу, а то и вторую сенсацию на турнире. Узнаем в ближайшие пару-тройку часов. Так, по лайнам. Я думаю, все будет стандартно. Свэнс Виверной, Мирано Сент Кинг и Вольт Спирит в миддл. Здесь Дарксир Тинни, Фурион Морфлинг и Эмбер Спирит в центр. Ну да, ничего команды изобретать не стали. Я думал, может быть, увидим какое-то привычное для Южной Америки решение по типу Эмбера на четверочку. Тинни в центр. Все лагают. Лагать не обязательно. Главное, чтобы никто не вылетел. Окончательно. В прошлой серии была вероятность, прикиньте, да? Если бы Бей за счет вылета какого-то выиграли, вот бы несправедливо было. Субтитры сделал DimaTorzok. Дальний Восток уже должен просыпаться и подрубать дотку. Для них она с самого утра и до вечера. Сегодня интересный день должен быть в Европе. Там, в принципе, достаточно запутанные есть ситуации в группах, особенно в группе A. В группе B как-то все понятно, уже три команды вроде как определились. Это позже, это вечером уже. У нас здесь своя атмосфера, так поехали, поехали, просыпаемся и смотрим доту. Потому что реально, если эти паузы будут, мне кажется, мы все залипнем. Это им хорошо там, в Америке сидеть. Дневное время катать. Эмбер Спирит против Войт Спирита. Кто-то у нас в студии... Говорил, что Войт Спирит должен быть сильнее Эмбера. Мне кажется, этот матча в принципе в пользу Эмбер Спирита. А если еще игроки разного уровня, то здесь вообще ноль шансов у Войт Спирита в миде. Эмбер абсолютно не боится. Да и как-то винрейт у Эмбер Спирита против Войт Спирита конкретно достаточно высокий. Много месяцев назад еще стал это подмечать, но... Не все с этим согласятся, безусловно. Да, есть матчи, где Войт Спирит побеждают, вопросов нет. Но их просто меньше. А здесь Войт Спирит пол лица решил потерять. Неприятно. На старте так много здоровья терять, потому что приходится сразу же реген использовать. Эмбер Спирита фулл хп. Он здесь кайфовать на линии будет. Интересно, какой билд выберет себе Эмбер. Будет ли он брать себе щит. Наверное, стоит, да, учитывая набор героев соперника. Вот он его вкачал сразу же. На первом левеле так же сразу же нажимает и пошел. Пошел играть с позиции силы против Войт Спирита. Может себе позволить. Правда, очень быстро заканчивается. Вся надежда на вот этого парня. Вот он стащить способен. Свой сильный герой. Дарксиру уже прохарасили вот того. Здоровья очень мало, маны вообще не осталось. Неприятный щиток, конечно, дорогая достаточно способность на первом левеле. Приходится много реген себе таскать. На первом левеле не так много этот щит дает. Так, что на топе? На топе морф. По идее, пока стоит на фрифарме. Не сказать, что СК ему здесь мешает. Даже со своим песком. Как бы СК вообще не погиб. У него стант не вкачан. С руками просто дотыкают, убьют. Окей. Пока забирает себе ФБ. Отличное начало для морфа. Лучше не придумать. Конечно, там умираешь. Каковы правила. Эмбер пока совсем немного ведет Войт Спирита. Это только начало. Тинни, надо второй левел получить. Сейчас с третьей фласку могут убить. Нельзя так просто Кларикс тратить. Тинни быстрее передвигаются, чем верно намного. Нужен второй левел. Хотя, даже со вторым левелом не уверен, что они здесь кого-то убьют. С Войном в принципе не убить на этой линии. Он стоит себе, бьет крипов. Никого не боится. Он очень плотный. Клифф уже вкачал, уже на втором левеле. Денайт не забывает. Молодец. Пока имеет лучший крип стату. Ну вот, Войт Спирит вынужден отступать от Эмбера. Эмбер за счет щитка в зоне Войт Спирита не дает ему нормально крипов добивать. Есть здесь некоторые преимущества Эмбер Спирита и крип стату подтверждает. Прям душит Эмбер постоянно. Очень агрессивно действует. Дарксир, да, кстати, интересную раскачку сделал. Не замечал раньше, так делали. Наверное, кто-то делал, но раньше всегда было классикой качать щиты Сурж. Здесь Суржа нет на третьем левеле. Даже в единичку. Интересно выглядит. Так, Свен, Стан хорош по двоим. Разворачивается. Тычку одну нанес, но погибает за это. Это плохо. Да, убили, конечно, Тинни, но Свен-то минус. А Дарксир здесь экспу получил. Так, руна. Ставятся законтролить Дайр и находят ДД. Идеально. Лучше не придумать и сломать Йомирана не успевают. Причем приходится тратить липы, чтобы дойти. Один лип еще остался. Теперь Эмбер будет за счет ДД дальше отрываться, наверное, по крип стату. А может быть, где-то и напасть попробуют. Сулринг для Дарксира. Свен пришел, отстанется. И выкидывают его. Да, убить вряд ли получится в этот раз, но стараются прям душить этого Свена. Молодцы, Инфомас. Грамотно очень действует на нижней линии. Стараются максимально лишить Свена хорошего начала. Чем дольше он будет покупать там себе... Не знаю, кстати, что он себе будет покупать. Кто-то Мэднесс берет, кто-то вообще Медас предпочитает, кто-то ПТ-кнет фейзы. Чем дольше он будет начальные вещи получать, чем позже он идет в лес, тем лучше, конечно. ВК получается, вроде как. Фрак здесь заработали. Свена уже не лучше крип стат. И Недворс тем более. Лучше он и Морфлинга, который забрал ФБ, который продолжает идеально добивать крипов, которого 2700. Третья перекачка. Здесь тоже убить можно, только в случае какой-то чудовищной ошибки, где он не перекачается, где из контроля его не выпустят. Третий песок. Третий песок — это, по сути, полное отсутствие контроля. Ну, если стрелами не попадать, то тем более. Сейчас Морфлинг вынужден немного перекачаться. Всякий случай. Силы света укрепили свои сооружения. Эмбера 2700 уводит теперь это 2000. Очень многое будет зависеть от того, кто из них будет первым двигаться по карте, кто будет гангать, кто будет эффективно гангать. Пока же летит Эмбер. Да и верно, видимо, не жилец уже, потому что Эмбер не отпустит. А вот Свена получится или нет? Вот в чем главный вопрос. Не знают, что Эмбер Спирит здесь и да, Свен здесь тоже должен отъезжать в таком случае. Пытается хоть какой-то урон нанести перед смертью, но это даблкил для Эмбер Спирита. Идеальная перетяжка. Очень эффективно. Вот то самое, о чем я сказал пару секунд назад. Тем временем подкопали монстра и убили. Размен, правда, на Фреона, но разве это важно? Два топ-нетворца с большим запасом сейчас у команды Инфомас спустя 7 минут. Пока очень четко действует на всех абсолютно линиях. Никаких вопросов нет к исполнению. Пока начинается все ровно так же, как начиналось в первой серии. На первой карте команда Фаворит уничтожает своего соперника. Там даже отрыв побольше был, но чем это закончилось все видели. Здесь пока только 2000, но Инфомас никуда не торопится. Лейт непонятно, за кем, кстати, здесь. Но я бы, наверное, поставил на двух героев. Бриспирит плюс морфинг вдвоем мне нравится больше, чем в Эдспирит и Свен. Я никто не застрахован от критов по 2000 от Свена, которые теоретически могут быть. Эмберспирит на базу, надо восстановиться. Все, в принципе, есть для того, чтобы еще одну атаку совершить. Морфа оставляет стоять одного. Фурион к нему не возвращается. Он, наверное, и не нужен. Фуриону бы самому что-то получить. 8 минут позади у него только третий левел. Надо до ультимейта добираться, чтобы он пораньше появился, чтобы этот урон был существенным, который Фурион может нанести со своего ульта. Так, сейчас он летит гангать в Виверну. Тарксир только-только сейчас ускорился. Надо бежать, 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 попита. Нет, ошибается. Но это не помешает Виверну взять, потому что идти не еще здесь. Ран подходит на помощь, но поздно. Да и вряд ли бы удалось как-то помочь. Очередной фраг для Инфомас. И ребята пытаются запушить вышку снизу. Это медленно будет происходить. Хорош. Хорош. И добить, и добить попиту, и добить, добить, добить. Есть. Правда, вот спирит параллельно погиб. Забирает в Эмбер. Венжел ультимейт. Убить-то никого не получилось. Хотя бы крипов побыстрее пофармят. Надо на линии возвращаться там. Есть несколько крипчиков. Он даже копать не забывает. Кстати, полезно раскопал. Арканы так же из Даркзира. Берспирита не взять. Весь урон магический, поэтому он спокойно уходит, никого не боится. и планирует играть через Дизоль. Ничего себе. Я, если честно, думал, что он попробует такой более классический магический билд использовать, потому что будет морфлинг. С другой стороны, морфлинг тоже может быть своеобразным магом, если будет играть через Трилл Блейд. Пока же он выбирает себе линку. Учитывая количество точечных каких-то способностей, наверное, линка не будет лишним предметом. Другой вопрос, нужна ли она первым слотом. Возможно, да. Потому что в мидгейме морфлинга с линкой, который перекачивается, достаточно сложно убить. Просто он успевает всегда перекачку нажать, в случае чего, за счет линки. Так, здесь стягивает Дарксир. Неплохо. Минтерскерс. Тинни тоже приходит. Пятый левел всего лишь. Урона-то ему не хватит. Даже близко. Дарксир тоже здесь погибает. Но и Бриспирит может собрать несколько фрагов. Или не может. Непонятно. Здесь в итоге Тинни погибнет. И Бриспирит уже уходить надо. Он один остался. Нет, морф подошел. Хорошо. Показ. Пока только первое убийство делает Дайер. В этом моменте теперь пытается уйти. Степы у него в КД. Сцепляют. Сцепляют. И отпускать. Пойди не должны. Выигрывают еще пару секунд времени. До сих пор был в КД. И есть фраг. Дабл кел для показа. Продолжает держать первую строчку. Ну а Дарксир смещается в центр. Здесь будет попытка запушить один вышку с Фурионом, с Катапультой. Я думаю, защищать планируют. Бунтс и Гунтс. Морф очень сильный будет. С ним надо что-то делать. Родиан, потому что пока там Свен нафармит, этот морфлинг уже на Гудлайке будет бегать. Все нормально у него пойдет. Свен уже пока Мэднес. И тоже планирует брать себе Сенжин Яш. Дайру очень хотят запушить вышку. Которая достаточно битая. Эмбер Спирит хорошо отспинул двоих. Порфлинг тоже врывается. Минус Виверна моментально не успевает нажать ничего. Эмбер Спирит дальше за Мираной. Мирана бежать, бежать. Установили Эмбера. Ну, кстати, может получиться. Эмбер Спирит ошибается. Да, далеко слишком зашел. Получил контроль и из него не вышел. Классно. Установили Эмбера. Очень вовремя. Ну, у Марфа скоро Ленка уже будет осталось купить только рецепт. Что будет спирита? Сайленс. Не, окей. Вопросов нет. Предмет хороший. Марфа будет работать. Против Эмбера будет работать. Медленно очень покупает он его. Из-за не самого лучшего старта. Сейчас толком ничего нет. Фейзы, боттл. Какие-то расходники мелкие. Маловато. Нужно побольше иметь. У Эмбера там... Молоток уже первый появился. Какой-то серьезный аргумент. Он его правда не кладет себе в инвентарь. Не знаю почему. Тем более, я не знаю. Я уж подумал, что можно топорик ему больше дает. Так, там Свен рубит на через профита. Хорошо. Враг заработали. Эмбер Спирита как-то удалось задоджить. Он никого не поймал. Свен его вряд ли в соло осилит. Он развернет, стандаст. Поймали Дарксира. Нужна поддержка. Эмбер Спирит торгует лицом. И подставляет и себя. И, видимо, тиммейт. Это молоток прилетел. Эмбер Спирит до сих пор живет. Морфинг тут пошел раздавать. Минус Виверна. Эмбер Спирит снова под щитком. Сид откатился. Мирану по этому урону вообще ему не наносит. И в итоге минус 3. В исполнении Дайр суммарно. В этом файте Свен успел отойти. Сделать телепорт. Которого и осталось немного. И линка уже есть в Морфинге. Показало, что Эмбер Спирит сейчас заруинится. Что можно. Стрелу-то он поймал. Там двойной молоток прилетел. Могло получиться. Убунц и бунц. Но не получилось. Минус Т1 на топе. Так, там в центре какой-то экшен. А, Эмбер Спирит, да? Центкинг погибает. Кстати, почти. Было близко. Ведут Инфомас. Совсем немного. Пожалуй, 3000. Но ведут. Морф уже даже Свена не боится. Он просто влетает в него и заставляет отступить. Свена пока с лотами беда. Морфа на две с лишним тысячи больше. Очень активно фармит. И Тинни купил себе блин. Кстати, это то, что было нужно для того, чтобы нападать кем-то еще помимо Эмбера. Влететь там мог. Но продолжения обычно никакого не ждешь после такого врыва. А сейчас Тинни может прыгнуть первым, может прыгнуть следом. О, Морфа уже 2К. 2К, который он собирается вложить в Триал Блейд. Так, там Эпицентр на Морфа мне интересно. Но он перекачан. Он перекачан и он перекачивается. И он будет жить. У него 20 стиков. Чего-то бесполезно. Живет. Эпицентр потратили. Достаточно важный ультимейт. Который способен нанести огромное количество урона. А здесь будет теперь контр-атака. Бывают очень быстро Мирану. Дальше за сеткингом. Можно выезжать. Из Которга не жилец. Минус 2. И потихонечку осаждается вышка. Да, вышка падает. Дезолятор. Дезолятор ускорит. Пуш команды Инфомас. Да, если они будут выигрывать файты, то Эмбер в принципе может позволить себе вместе с командой пушить. изолятором. Очень быстро это будет происходить. Драгонскейл также падает. Найти, найти, сбить. Да. Находят Мирану. Должен быть легкий фраг. По идее. Миран пытается жить. Пытается выигрывать драгоценное время. Ага. Фисты, кстати, мимо. Но тут прилетает Фарион. Есть фраг. Как-то пока только Инфомас в доту играют. Они диктуют свои условия. Они занимают чужой лес. Они пушат Т2 вышки. Они захватывают ванпост чужой. Центр. Так. Центр, кстати, плохой в этот раз. Дарксира. Дарксира убивают. Пока ответить не получается. Там Фарион тоже его порежет. Сейчас минус 2. Размен, правда, на Виверну. Но, тем не менее, размен хороший сейчас для Радиан. Произошел. Так просто не взять. Тинек готов ворваться, кого-то выкинуть. Сбили линку. Сайлент повесили. Мординг. Погибает. Классно. Но тоже иногда наглость подобная будет наказываться. Игра Спирит летел там на базу. Сейчас может вернуться, но... Очень опасно. Сия у Свена. Нельзя. Нельзя позволять Свену тоже так фармить. Долго и усердно. Ты его сначала не замечаешь. Сначала он просто бегает. Машет там что-то своим мечом. Но не особо опасен. Потом он покупает вещи, которые позволяют либо ваншотнуть просто человека с крита, либо добраться до него в любой ситуации с аганимом. И игнорировать его уже нельзя. Свен набирает и сокращает отставание от морфа. Вообще, изначально Свен, конечно, фармит при общих равных побыстрее, чем морфинг. Но за счет не лучшего старта от Радиант Свен наступал. Но он догоняет. Он догоняет и показывает, кто вообще из этих всех героев, что есть на карте. Настоящий король фарма. Импер Спирит пошел на поиски. Никого не нашел. Получил Сайленс. Ну и, по идее, умер, да? Похож на то. Я не знаю, чем занимается товарищ Импер Спирит, но он видит сейчас хороший эпицентр. Там сразу несколько человек попадает. Морфинг неплохо подкопал. Хорошо стягивает Арксир на стенку, но продолжение никакого. И Радиант вроде как живут и сами убивают. Папита минус. Морф дальше сражаться не хочет. Боится. Монстр. Морф далеко очень врывается. Быстро убили Свена. Это ведь Свен был. Это уже плохо. Тем не менее, СК. Большой объем. Работу проделывает. Надо СК зафокусить постараться. Или хоть кого-то. Морфинг. Кого не добил. Хоть Спирит за Морфингом до конца. И притягивает его. Хорошо. И Морфа можно наказывать. Да, есть фраг на Морфе. И Фуриона тоже можно убивать. Под Сайленсом. Не дадут уйти. Урона хватит. Тинни забрал Миран. Тинни тоже можно убить. Да ладно. Тинни не смог. Тинни не смог. И Тинни погибает. Мирана фраг зарабатывает, за который он охотился. Там Весел уже есть. Посмотрите. Все абсолютно отыграли. Радиант. Все отыграли. Что за день? Просто пошли инфомос. Фиданули откровенно, да? Как-то в себя поверили. Эмбер Спирит просто выключился из игры из-за своих смертей. Их немного, но они очень важные. Ответственный такой момент, где Эмбер Спирит мог, наверное, какой-то импакт в драке нести. В итоге он сам первым нападает. Команда еще где-то в другом мониторе сидит. Настолько они все далеко. Влетает, ловит стрелу и погибает. Находят Нейчерс Профита. Аусовая наскоро БКБ. А с БКБ его здесь никто не остановит. Где-то я это уже сегодня видел. И не только сегодня. Со Свеном ведь все игры по одному сценарию. Свен фармит. Свен ваншоты от людей. Иногда очень эффектно это делает. Особенно если бьет сразу несколько человек. Инфомас нужно начинать все заново. Они ввели около пяти тысяч. Ну да. Эмбер Спирит. Посмотрите. Нападает на свену. Просто его застанет через сайлик. Вот так. Повезло сейчас Эмберу. Или не повезло. Что это такое? Что это такое? Инфомас? Вы что творите? Какой Свен? Там 2800 хп. 2800 хп. И баф на броню. И вы идете вдвоем. Тинни Эмбер Спирит. Да вы два часа его будете бить. Зачем? И вы бьете его под чужой... На чужой территории. У чужого кэмпа находит морфа. Кстати. Уже сами. У чужого кэмпа и морфа пытаются забрать. Морф уходит. Эпицентр скастовать. Скастовал, но прыгнуть не получилось. И морф выжил. А Свен то ультимейт прожал. Ему не хочется просто так его тратить. Поэтому он переключается на Чист Профит. Начинает бить его. ИСК снова подкопал. ИСК полезный, кстати, достаточно. Блин, купил, врывается. Эпицентр и кастует. Иногда бывает так, что от Сенкинга за час игры можно не встретить ни одного эпицентра. Вменяемого. Здесь уже парочка была. Ну и все-таки подставляется Тинни. Эмбер Спирит сразу Сайленс. Как же ему сложно против Сайленса вообще работать. Ничего не может сделать. Погоня за морфом. У Свен скоро ультимейт закончится. Вот он уже закончился. Стенка ставится неплохо. Минтерскерс. Свен под БКБ. Не знает, кого бить. Бьет морфа. Но там и Дарксир урон получает достаточно серьезный. Через стенку пробегает. За Попита. Попита. Урона очень мало сейчас у Свена без ультимейта. Свен пытается улететь. И не дают этого сделать. Эмбер Спирит тоже рядом. Свена продают. Ну а теперь уже Радиант. Закидывают немножко. Трипл килл для Эмбер Спирита. Который до этого несколько раз ошибся. Сразу же Рошан, судя по всему. С пинками, с морфом. Которого очень много урона можно, конечно, Рошана бить. И снова имплама сведут 4000. Да, как-то сами себе надежду подарили Радиант. И сами себя ее отобрали. Зачем? Почему? Куда полезли так далеко? Все же нормально было. Не убили морфа. С одного захода попытались. План был неплохой. Эмбер Спирита до этого классно забрали. Эмбер Спирита, в принципе, каждый раз хорошо забирают. Пока получается это дело через Сайленс. Здесь огромное количество точечного контроля. Эмбер Спирит не выживает. БКБ. БКБ решит все его проблемы. Вопросов нет. Морф планирует брать себе Агани. Интересно. Ну и отступить. 6000. Только что была 1000. Как это происходит? Красивые графики. В позиции Инфомас находятся. Такое чувство, что планируют ворваться. Интересно. Или какой-то байт. Нет, это действительно врыв. Сами напали на Виверну. Убить сразу не получилось. Виверна погибает только сейчас. Эмбер Спирит. Эмбер Спирита порубить. Свен работает. Хорошо работает. Эмбер Спирит живет. Есть Юл. Свен БКБ. Свен БКБ. Эмбер Спирит до сих пор жив. И Свена просто руками избивает. Ничего он сделать не может. Убили Свена. Да, Тинни погибает. Но невелика потеря. За все эти плюсы, которые получили Инфомас сейчас. Морф пошел дальше. Кровожадный Морфинг. Пошел на поиски людей. Никого не находит. Виверна в левом лесу сидит. Остальные уже на бать. Значит, можно вышку запушить. Действительно. Почему бы и не. В какие моменты стрелы должны в катапульты, наверное, лететь. Ладно. И так с катапульты справились. Не запушили Дайр. Хотя могут ведь до сих пор. Свена нет. Витспирит с Блокинг Баром. У Морфа уже 22 левел. У Свена 18. 22 уровень. И вот они левела. Мемберт 21. По экспе огромное преимущество сейчас команды Инфомас. Там просто герои добираются уже до последних ультимейтов. Ультимейтов. В Рейден далеко не все там. Хотя два ключевых кора 18 имеют. Уже хорошо. Вот так и напасть на Морфа. Безуспешно. Морфа еще и Айегис. То есть дважды его придется убивать. Его один раз довольно сложно убить, если он не ошибается. С перекачкой на дважды за одну драку. Практически невозможно. Инфомасу очень хотят напасть. Очень хотят запушить вышку. Ну и Тинни. Тинни может куда-то прыгать. Тинни может цеплять, выкидывать людей. Просто кого он хочет выкинуть? Почему огоним, интересно, на Морфе? Свен. Кстати, хороший ультимейт, это верно. Очень хороший. Эмбер Спирита получает забрать. Дальше Морфинг под Сайленса. Морфингу очень больно. Морфинг. Ой, какие жинточки от этого Свена. Но Морф живет. Опять же, это был только Айегис. Дарксир тем временем. Есть стенка. Хорошо затягивает. Посмотрите, что творит. Он просто запирает всех на хайграунде. Ну почти всех там. Один герой. Оказался снизу. Второй спускается. Но это было очень здорово. Очень эффектно. Правда, команда летит в драке и никого не убила до сих пор. Кто-то потерял уже троих. Так классно все сделал ДС. От толку. Тинни с Морфингом вдвоем. Значит, Спирит готов помогать. Свен, там ультимейт уже закончится должен. Напали на Санкинга. Весь контролер не работает от Куреона. Он бесполезен пока что. Кослотами своими. Но Пайп, наверное, любой другой герой может пить себе. Просто чуть попозже. Ладно. Позже об этом. Потому что нападение на Свена. Свен. Спасает верно. Ненадолго. В центре. В кого? Ни в кого. Понял. До сих пор Аегис не потерян Морфом. У него ДПС разве что маловато пока что. Ой, Тинни здорово. Как по всем. И Морфинг копает троих. Ой, как классно. Всех должны наказать. Да. Это было очень красиво. Эльтракил от показа. Это было классно. Какой же врыв, да, Тинни? И как же продолжил это дело Морфинг. Копав. В облике Сент Кинга. Это очень эффектно было. И сразу же падает линия. Все-таки Инфомас. Все-таки Инфомас пытаются дожать сейчас команду. Новичка. Бонус плюс гонус. Не тянут. Так здорово отыгрались в один момент. Такой показалось уже камбэк. Вырисовывается. А тут на тебе. А тут Инфомас включились внезапно. Вот так должны были делать, наверное, ребята из Биэй. Но они этого сделать не смогли. Две линии падает. Здесь шансов остается крайне мало. Теперь не имеют права на ошибку Радиант. Нужно обязательно выигрывать каждую драку. Любой проигрыш будет начать, скорее всего, конец карты. Вот сейчас они пытаются эту драку провести. Нападают на Эмберспирита. Тот не успевает нажать БКБ. Эмберспирита никто помочь не может. Или может все-таки Морфлинг ему помогает. Дальше Эмберспирит. БКБ живет. Морф пошел дальше за Свеном. Свен много урона получает. Свен успевает застанть. Ну, кстати, Тинни, скорее всего, отъедет. И должен отъезжать. Дальше пойдут или нет. Да, идут, лезут. Вообще никого не боятся. В инвизии все. Миран нажимает ультимейт. Морф, никого не боится. Просто ворвался, убил Мирану. А, ничего, инвиз нажимать. Свена. Ага. А вот с этим как бороться? Непонятно. Стенка. Хорошо. Ну и надо заканчивать игру прямо здесь. И сейчас. Минус Свен. Надо сдаваться. Надо сдаваться. Четырех героев нет. Гудгейм 1-0. Ну что ж, сценарий повторяется. Команда Фаворит. Обыгрывает на первой карте команда Утсайдера. Достаточно уверенно за полчаса. Один был момент, где показалось, что Инфума смогут отпустить эту карту из своих рук. Но вовремя включились и дальше уже дожали. 1-0. Молодцы. Уйдем на перерыв. Вернемся ко второй карте. Далеко не уходите. Продолжение следует... Продолжение следует...